На самом деле лекция американского коллеги была об истории развития проблемы висцерации малого таза, поэтому мы, наверное, об этом немножко и поговорим. Полетаем. Понятно, что ракши и кематки – это большая проблема, и об этом сегодня целый день вы разговорили, были лекции, обсуждали это все. Понятно, что, к сожалению, заболеваемость большая, к сожалению, смертность высокая, к сожалению, очень много проблем. Понятно, что после стадии FIGA1B2 рассматривается возможность проведения химиолучевой терапии, и, наверное, это в дальнейшем будет основной метод лечения. К сожалению, что химиолучевая терапия необходима уже где-то порядка 70% пациенток, и, к сожалению, самому большому сожалению, что у этих пациенток, в зависимости от стадии начала лечения, в разные периоды их болезни возникают рецидивы. И чем больше стадии, чем выше стадии, тем больше процент рецидивов. Так, если при второй стадии рецидивов после химиолучевой терапии по мировым данным примерно 17%, то при четвертой стадии этот процент достигает 7 из 4. Так, не в ту сторону. Ну, понятно, что классификация эта стандартная, все не используются, о ней я говорить не буду. Но глупо, чтобы хирург рассказывал гинекологам про эту классификацию. Что творится в нашей стране? В нашей стране все не очень хорошо. Третья-четвертая стадия выявляется примерно в 32% случаев, и в течение первого года летальность составляет 15%. Что делать, если развиваются рецидивы? Все очень дискутабельно, потому что, если мы говорим о лучевой терапии при рецидиве после лучевой терапии, мы прекрасно понимаем, что опухоль уже у нас девоскалилизирована, и воздействие вторым этапом химиолучевой терапии будет, скажем так, сомнительно. Поэтому в какой-то момент возникает вопрос, что хирургическое лечение у этих пациентов, если оно выполнимо, является единственной, последней и, возможно, самой последней опцией для продления их жизни. Понятие рецидивов рака шейки матки тоже такой очень дискутабельный вопрос, потому что масса клиник, которые заявляют, что эти операции делают, но то, что в одной клинике абсолютно нерезектабельно, в другой клинике можно выполнить абсолютно резектабельную манипуляцию с резекцией R0 и с дальнейшими хорошими прогрузами на выживаемость. Говоря об истории этой проблемы, естественно, упомянем имя самого первого, самого выдающегося человека, который этим занимался, это Врашвин, который в 1948 году впервые выполнил эвесцерацию малого таза. Пусть она была палеотивная, пусть она носила такой больше характер хирургического эксперимента, и хирург хотел помочь пациентке избавиться от каких-то осложнений, но, тем не менее, это было выполнено. Между прочим, сам Брашвин в своих работах писал, что необязательно выполнять эвесцерацию при децидиве рака шейки матки, потому что возможно выполнение и эксерпации матки с придатками, расширенной в некоторых случаях. Он же предложил три варианта эвесцерации таза в зависимости от локализации рецидива рака шейки матки, соответственно, задний рецидив – задняя экзентерация, передний рецидив – передняя экзентерация и центральный рецидив – тотальная эвесцерация малого таза. Кроме того, эвесцерацию таза мы можем разделить на супраэлеваторы, относительно тазоводные, инфраэлеваторные и инфраэлеваторные, так называемые расширенные, с вульвоктомией. Но самое главное в этом моменте, что когда мы расширяем объемы эвесцерации, мы должны прекрасно понимать, в 1996 году выполнена очень хорошая работа Марджина, что если мы выполняем изначально R0 эвесцерацию, то увеличение объема операции никаким образом не скажется на отдаленных результатах выживаемости. То есть основной критерий эвесцерации – это выполнение объема R0. И на сегодняшний день очень много работ с хорошими показателями. К сожалению, в этой сфере мы не можем предъявить никаких рандомизированных исследований. К сожалению, мы можем только опираться на какие-то единичные, ну уже не единичные, а уже множественные работы, в которых показатели выживаемости будут 55% пятилетней, в некоторых 45%. Но это очень хорошие показатели пятилетней выживаемости для той группы пациентов, которых зачастую относят к инкурабельным больным. Самый последний штрих к эвесцерациям, если мы говорим о органовыносящем этапе, это расширенная латеральная резекция стенок таза. В 2012 году была опубликована очень большая работа Хокеля, где пятилетняя выживаемость оценивалась в 60%. Что такое расширенная латеральная резекция стенок таза? Это удаление всех мышц таза во дна, удаление сосудистых и нервных пучков. И вроде бы, по данным многих авторов, это, несмотря на то, что это значительно ухудшает качество жизни больных, по сравнению с стандартными операциями, тем не менее это дает повышение результатов пятилетней выживаемости. Еще раз повторюсь, что работ очень много по эвесцерациям, очень много центров их выполняют. Если вы видите, если изначально тенденция была, что большая смертность, не очень большое количество осложнений, потому что больные больше умирали после операции, то сейчас низкая послеоперационная летальность, 30-дневная летальность на сегодняшний день считается нормальной порядка 3%. Достаточно высокие показатели осложнений до 50% и очень хорошие показатели пятилетней выживаемости, которые варьируют в порядка 50%. Пойдет фильм? Немножко подождем? Пойдет. Ну, если кто-то был вчера на трансляциях, мы вчера выполняли эвесцерацию малого таза, может быть, что-то было не видно, короткий фильм мы запустим, здесь выполняется передняя эвесцерация малого таза. На этом экране, кстати, гораздо красивее все смотрится, но тем не менее. И основная, конечно, основная задача при стадировании опухоли до операции, при выборе метода лечения, определить возможность выполнения R0 эвесцерации. То есть основной тренд этой операции это выход на латеральные стенки таза, оценка необходимости расширенной резекции латеральной стенки таза, или стандартной, и выполнение R0 операции. Ну, вот здесь вот выделяется латеральная стенка таза, вы видите запирательный нерв, отделение идет с помощью электроножевой системы, в данном случае аргоноплазменная коагуляция, в данном случае это аппарат фирмы ERBO, который единственный в своем роде, который хорошо работает. Одинаковое выделение справа и с левой стенок, на левую стенку мы не будем задерживаться. Важный аспект отделения органокомплекса от прямой кишки, потому что всегда большая проблема, если опухоль занимает полость малого таза, выйти хорошо на переднюю стенку прямой кишки в малом тазу, не повредив его, и оценить необходимость либо резекции внутри брюшной, либо дополнительной, либо нет. Сразу скажу, пока идет фильм, что мнение многих хирургов, может гинекологов, что висцерация малого таза – это опция, которая сопряжена с большой кровопотери, что нам нужен селсервер. Это все немножко надуманные вещи, потому что на сегодняшний день в нашем центре делается порядка 50 висцераций в год, со средней кровопотери порядка 350-400 мл, что не требует каких-то вообще дополнительных манипуляций. Вот мы видим, пересекается уретра, как опция пересечения катетера фолея, и дальше тракция за катетер фолея, чтобы было более удобно отделять после пересечения влагалища непосредственно органокомплекс от передней стенки прямой кишки. Здесь нет никаких скрытых кровопотерь. Действительно, все вот оно так идет. Иногда бывает чуть больше кровопотери, особенно при более крупных опухолях. Здесь первичный рак Т4 со свещём мочепузырно-влагалищным. Окончательное отделение от прямой кишки. Ну вот и полость малого таза после удаления препарата. Отлично. Закончив с процессом удаления опухоли, давайте перейдем к непосредственно реконструктивно-пластическим моментам, которые очень важны при эвесцерации, потому что мы все понимаем, что просто убрать препарат – это очень просто. Надо как-то всё дальше восстановить. Естественно, в первую очередь, что пугает гинекологов, это восстановление устранённого мочевого пузыря. И первым, конечно, операциями, которые выполнялись при первых эвесцерациях, была тенденция выполнения уртера кутанеостом. Это проще всего, ничего не нужно делать, но, к сожалению, функционально. Если мы рассчитываем на длительный период послеоперационной жизни, это нехорошая операция, потому что имеется восходящий уровень инфекции, кутанеостома структурируется. И зачастую сегодня, если мы делаем уртера кутанеостома, допустим, ввиду тяжести пациента, пациентки, ввиду каких-то профузных массивных кровотечений дооперационных, мы выполняем реконструкцию мочевого пузыря вторым этапом. Второй вариант, кто к чему пришли. Длительное время мы не могли использовать нормальных, не было просто уроприемников. На сегодняшний день эта проблема решена, но, тем не менее, пытались сделать замыкательные мочевые резервуары, чтобы пациент самокатетризировался, и так называемые резервуары повышенного давления. На сегодняшний день они тоже не очень хорошо применимы, потому что резервуары повышенного давления приводят в дальнейшем к восходящей уровне инфекции, и все это не очень хорошо. Поэтому очень много различных вариантов, манпалыч-1, манпалыч-2, из слепой кишки, из подвздошной кишки, с двойными клапанами, с тройными клапанами. Я думаю, на этом не стоит заморачиваться, потому что на сегодняшний день, наверное, это такая все-таки не совсем стандартная методика, которую надо выполнять. Ортотопическая деривация мочи, модификация брикер, очень распространена в хирургии рака мочевого пузыря. Относительно рака шейки матки должен быть очень хороший отбор больных. Почему? Потому что, чтобы у женщины держалась моча при формировании ортотопического мочевого пузыря, необходимо сохранить шейку мочевого пузыря со сфинктерами. Если мы оставим одну уретру, моча держаться не будет. И смысла этой операции никакого нет. Поэтому эта операция больше применима все-таки при раке мочевого пузыря, при местном страданке раки прямой кишки. Возможно, у мужчин, где можно, отступить больше. Когда мы говорим о проблеме рака шейки матки, треугольник мочевого пузыря, треугольник льета, шейка мочевого пузыря – это основная зона рецидива дальнейшего опухоля. Особенно, когда мы говорим о рецидивных раках шейки матки, это уж совсем большая проблема. Мы все-таки должны бороться за безрецидивную послеоперационную длительную выживаемость. Поэтому стандартной методикой на сегодняшний день, наверное, можно назвать дистопическую деривацию мочи – модификации Брикера. Вчера мы этого не показывали. Брикер – это один из авторов, который имеет огромное отношение в развитии вообще проблемы эвисцерации малого таза. И сейчас мы попробуем запустить фильм. Формирование или кондуита обычно берется 15-20 сантиметров подвздошной кишки. В данном случае вы можете видеть, что здесь удвоение правого мочеточника, поэтому вшивается три мочеточника в кишку. Принципиальные методики две. Можно вшивать мочеточники в бок кишки, как в стандарте Брикер вшивал. На сегодняшний день есть модификация так называемой револьверной анастомоза вшивания мочеточников площадкой в конец кишки. То есть вот видите, формирование анастомоза конец в конец. Формируется однорядный анастомоз. Мочеточники заводятся с интубатора. Верхняя губа анастомоза. Все. И дальше выводится влажная астома в правоподвздошной области. Сразу же с первого дня клеится уроприемник. И в дальнейшем пациент себя чувствует достаточно комфортно. Если кто-то завтра будет присутствовать на дискуссии, я покажу фильм с пациенткой, который оценит свое качество жизни. Еще один пункт – реконструкция относительно пластики влагалища. К сожалению, это вопрос совсем дискутабельный. Вот совсем дискутабельный. Если мы говорим о сексуальной активности пациенток наших, я говорю, допустим, про пул областных пациенток наших, которых мы чаще лечим, и европейских пациенток, наверное, это будет разная сексуальная активность. Потому что наши пациентки зачастую вообще отказываются от утверждения операции за счет пластики влагалища. Ну, пластику влагалища оптимальнее делать сегментом сигмовидной кишки заперистальтическим. Если у нас есть с чего это делать, мы это можем делать. И это все описано. Можно делать кожную пластику влагалища. Много методик тоже. Но мировые данные все показывают, что у тех пациенток, которым делается пластиковое влагалище, используют это не более 40%. Даже в Европе. Поэтому вопрос очень дискутабельный. И должен быть серьезный отбор пациентов. Потому что если пациентка уже получила запредельную дозу лучевой терапии, процент осложнений резко повышается. Если пациентку еще надо облучать, процент осложнений тоже повышается. Вопрос очень дискутабельный. И однозначно ответа не могу сказать, нужно, не нужно. Наверное, надо отдельных пациентов отдельно смотреть, отдельно обсуждать все это. Так, ну и в конце наши данные. Потому что статистики апеллировать очень хорошо. Но надо и понимать, что мы тоже что-то делаем. Значит, на сегодняшний день мы имеем опыт висцерации малого таза уже в течение 10 лет. И по шейкам матки выполнено у нас 132 висцерации малого таза. Вы видите распределение по стадиям, которым мы оперили первичные, рецидивные больные. Висцерации были выполнены и задние, и тотальные. Естественно, что тотальных больше висцерации значительно. Как вы видите, что выполнялись и палеотивные висцерации малого таза. Скажу честно, в начале наших деяний мы иногда перегибали палку, о чем сейчас сожалеем. Осложнение на общий круг у нас получилось 32,8%. В основном это гнойные септические осложнения у первого этапа изучения методики. Смертность составила 5,3%. Основные причины 5 больных, первая треть нашей работы перитонит сепсис, различные гнойные септические осложнения. Если расценивать 30-дневную летальность, то это было 2 больных. То есть 30-дневная летальность у нас была ниже 3%. Ну и вот результаты наших деятельностей. Пятилетняя выживаемость на общий круг составила порядка 38%. О, порядка 30%. Прошу прощения. Если мы разделяем радикальные операции и палеотивные операции, то радикальные операции, выживаемость пятилетняя достигает 40%, а палеотивные гораздо ниже, как вы видите. Если мы возьмем первичные опухоли, радикальные операции, опять же, порядка 40%, палеотивные не прожили 2 лет все. И рецидивные опухоли, почему-то не знаю, с чем это связано, палеотивные немножко дольше у нас жили. Мне трудно сказать, возможно, ситуации, когда мы оцениваем край резекции как R2, а он оказывается не R2, а R1. И мы их ставим в палеотивную операцию и ждем их годичной летальности, а не надо пересматривать препараты. Хотя пятилетняя выживаемость, ну, очень радует, практически 40% у радикальных операций. Вот. Заключение. Ну, инвестрации таза нужно делать, нужно отбирать больных. И очень хорошо нужно думать о том, что мы выполняем действительно радикальную операцию. Потому что R0 резекция – основной критерий. К сожалению, по шейкам матки нет метаанализов. А вот по раку прямой кишки, английский был метаанализ, где оценивалось порядка полутора тысяч операций. Это под эгидой Периса Текиса, очень уважаемый человек. И было отмечено, что если R0 и висцерации давали трехлетнюю выживаемость 86%, то R2 и висцерации – ноль трехлетняя выживаемость. А, к сожалению, в центрах R0 и висцерации, по их данным, делались только в 57% случаев. Опять же, вернусь к Брашвингу. Основоположник, гуру, можно бы только в ноги покланяться, был бы жив. Он оценивал свои операции как калечащие, страшные, но только эта операция может дать пациенту в какой-то момент лечение шанс на жизнь. К сожалению, проблема очень многослойная, очень сложная, очень тяжелый контингент больных. К сожалению, этих больных надо брать от начала и вести до конца. И, к сожалению, не все клиники любят этим заниматься. Мы этим заниматься любим. Присылайте, будем лечить. Спасибо. Уважаемые коллеги, мы уложились в рамки отведенного времени для доклада. Есть время для вопросов. Пожалуйста. Людмила Ивановна. Прекрасный доклад поставлен, в общем-то, я помню, когда вы только первый раз выступали, я вам задавала вопросы о экономической себестоимости этого доклада, тут же на одном из форумов здесь, в Санкт-Петербурге, на Белых ночах. Но вы сказали, что вас поддерживает хорошо руководство. Это отлично просто. Сейчас вы развили свои навыки, очень прекрасные результаты у вас. Но я хотела спросить, как вы относитесь, сейчас появились публикации, когда при висцерациях органов малого таза дополнительно используют еще фотодинамическую терапию. Как, на ваш взгляд, целесообразно ее использовать? Ведь это тоже токсический эффект. Помимо того, что больная в тяжелом состоянии после этих операций, ее надо выходить. А тут еще и дополнительный фактор. Как вы смотрите на это с научной точки зрения или с позиции практикующего врача? Спасибо. Спасибо. Вопрос такой дискутабельный, он такой острый, потому что сейчас фотодинамическая терапия у нас во всех группах лечения вставляется, пытаются ее продвинуть. Понимаете, мне трудно на этот вопрос ответить, потому что мы не занимаемся этой проблемой фотодинамической терапии. И никаких рандомизированных исследований, что это дает какой-то эффект, к сожалению, нет. То есть это интересы ряда авторов, которые это делают. Если бы они это опубликовали в какой-то хорошей работе, которая хоть чуть-чуть имела бы какую-то науку, а не псевдонауку, наверное бы мы сказали, ну да, давайте делать, если результаты осложнений не повысятся в разы. Я не могу, я не имею своего мнения по этому вопросу, мы этим не занимаемся. Вот честно скажу, извините. Да, пожалуйста. Простой вопрос, совершенно. Скажите, пожалуйста, высокие результаты, ну, там они радуют, удивляют, и все это, следим за вашими работами. Скажите, пожалуйста, ну а вот все-таки не могут ли они быть объяснены, настолько высокие, как Р0, как вы определяете Р0 при такой массе удаленной ткани? Это же не молочная железа. Нарисовал, определил раз. И второе, скажите, не может ли быть еще одно из объяснений, таким высоким цифрами, что вы все-таки гипертрофируете показания, и можно было бы обойтись без этой большой операции. А она выполнена, а идет еще. Спасибо. Как мы исследуем, как оценить Р0-резекцию? Я вот тут читал лекции колопрактологам по инвестрации Малатаза. Мы там очень бурно обсуждали, что как последний, ну, то есть мы понимаем, что мы должны иметь хорошее МРТ, что как бы фраза, что врач должен смотреть МРТ и все понимать, хирург. Но это немножко такое двойное, слепое, рандомизированное исследование, когда хирурги дают ЭКГ, не говорят, что это ЭКГ. Поэтому должен быть очень хороший специалист-рентгенолог. Надо вкупе оценивать, реально мы претендуем на Р0-резекцию или нереально. Как последний вариант – мобилизация латеральных стенок таза, срочная биопсия стенок таза. Но, особенно что касается рецидивов после лучевой терапии, одну и ту же фигуру в разном цвете можно видеть по-разному. Призма может оказаться квадратом. Да. Поэтому срочное исследование тоже немножко такой молчаливый метод, уж поверьте мне. Вот. Поэтому единственное правильное решение этого вопроса – это плановое гистологическое исследование всех краев резекции. латеральных стенок таза, мочеточников, ну, то есть мультифокусное, отовсюду. Причем, я знаю, как в институте онкологии это развито хорошо, у нас так не может быть, поэтому у нас это задача врача, чтобы он и интероперационный, всегда мы взяли мультифокусную биопсию. Вот. Это может позволить нам определить все-таки это Р2-резекция или Р0-резекция окончательно. Относительно завышения показаний к объему операции. Вы знаете, я честно скажу, я сейчас нахожусь в такой ситуации, что я пытаюсь отбиться от вестрации, потому что не я их к себе беру. Есть онкокомиссия гинекологическая, куда приходят радиологи, химиотерапевты, гинекологи. А дальше зовут хирурга и спрашивают, а можно здесь делать вестрацию, потому что мы ничего делать не можем. Ну и мы берем все. То есть с этой точки зрения перетягивания одеяла у нас в клинике нет. Хотя в России матушки есть. 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 Это по аналогии с тем, что когда радиологи опубликовали свои данные по сочетанию лучевой терапии в третьей стадии и показали, что у них выживаемость эффективности больше 5 лет, а в 60, что ли, процент, ну такая цифра такая, не такая. То первый вопрос к ним был. Ту ли стадию они лечили? Поэтому нет, я услышала. Да. Ну и честно говоря, мы достаточно честно эти цифры пытались до сегодняшнего дня, последние, буквально за час эти цифры досчитывали. Почему? Потому что из районов забирали истинные причины. Понимаете, Каплан Майер, она же такая методика подсчета, немножко такая хитрая. Можно же людей, которых исчезли, пустить как живые, а можно, ну то есть мы пытались всех вытащить, чтобы получить единственную цифру. Но вы видите, вот мировая статистика тоже такие проценты. Я вот не знаю, я не верю, что латеральная стенка таза, расширенная резекция, дает 60% выживаемость, поселитель. Но это же не я даю, это дают другие авторы, на которых все ссылаются. Но мне это, честно говоря, немножко тоже кажется таким каким-то космосом. Но может просто мы хуже оперировали. Профессор Красильников Сергей Эдорьевич, пожалуйста. Спасибо большое, Кирилл Георгиевич, за доклад. Я вот так ремарку такую небольшую сделаю. Кирилл Георгиевич Шостко в Новосибирском областном онкологическом диспансере 4 дня, мы его приглашали, 4 дня оперировал, по 2-3 операции, поэтому как хирург я преклоняюсь перед вами, потому что гинекологи такую операцию не сделают. И всех больных, которых вы оперировали в Новосибирске, все они живы. Спасибо вам большое за это. Но мне вот вопрос. Если мы возьмем РУСКО и рекомендации РУСКО, 4-ая А стадия заболеваний, это, как правило, химия-лучевая терапия, прорастание в мочевой пузырь или в прямую кишку. Но давайте прямо как радиологи таким больным отказывают. Может быть, Людмила Ивановна Криконова скажет, что нужно таких больных, но наши радиологи отказывают, потому что есть свеч. И системная химиотерапия, ну, как бы улучшает симптомы заболевания. То есть нет меньше болевого синдрома, но не продлевает жизнь. Четвертая стадия, понятно, ивестерация тотальная. А что сделать, если это вот молодая больная, и у нее четвертая Б стадия? Одиночный метастаз в легком, и вы делаете вестерацию. Возьмете ли вы такую больную на операцию, если потом, или, может, до этого, врачи теракальной хирургии удалят этот одиночный метастаз? Или все-таки это будет являться противопоказанием к вестерации? Четвертая Б стадия при одиночном метастазе. Спасибо большое. Спасибо. Ну, я сначала проведу некую аналогию, потому что, ну, во-первых, сразу мы говорим, что мы не путаем рак шейки матки и рак яичника. Это две разные вещи. Подождите. И приведу аналогию относительно рака желудка. Вот 20 лет назад, когда мы брали раки желудка, оперировали, когда не было таких вот жестких стандартов, практически противопоказаний к палеотивной гастроктомии не было. На сегодняшний день бессимптомное течение опухоли при наличии отдаленного метастаза 100% противопоказания к выполнению гастроктомии, показания к системной терапии. И если мы говорим о раке шейки матки, мы должны прекрасно понимать, если мы берем молодую девушку с мультиорганными свищами в состоянии уросепсиса с отдаленными метастазами, мы должны прекрасно понимать, что мы ей выполняем эвесцерацию для того, чтобы она прожила год. Не более того. А если это бессимптомный рак шейки матки с отдаленными метастазами, зачем ей делать эвесцерацию, портить ей качество жизни? Поэтому тут должны быть очень жесткие выставления. То есть не надо людям лапшу на уши вешать, что мы сейчас делаем эвесцерацию и все поправятся. Нет, надо жестко отбирать группу. Если мы что-то делаем, мы должны понимать, для чего это делаем. Мы не даем человеку умереть вот на сегодняшний день от осложнений распадающегося опухоли. Тогда да, а в противном случае нет. Ну, рецидивы же мы не можем изначально. Вот мы же видите, у нас там стадия 2-я Б после лучевой терапии рецидив в центральном сосвещании. Какая это стадия? Это 2-я Б стадия прогрессирования, правильно? А первичная, ну, четверка, четверка, а остальных там облухими, лучевой терапии надо проводить. Но мы не можем переписать, что мы такие классные хирурги, давайте мы перепишем все стандарты и будем всех оперировать. Ну, это же неправильно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok